Слушайте, уже олигархам надоедает путинское вранье. Миллиардер Дерипаска опубликовал на медиа в своем телеграме гневный пост по поводу очередного фейкового прорыва. Росстаджи сообщил на прошлой неделе, что мы опять побеждаем бедность. Число россиян, прозябающих в нищете, снижается рекордными темпами. И вот даже, повторюсь, Дерипаска не выдержал. Позволю себе процитировать бизнесмена. Нас пытаются убедить, что количество наших соотечественников, доходы которых ниже прожиточного минимума, составляет всего 18 миллионов человек. На самом деле, таких граждан у нас в стране порядка 80 миллионов. Росстадт настолько виртуозно научился лгать и манипулировать, что имеем отныне только такие бравые отчеты о победах. Несмотря на то, что Дерипаска через пару часов изменила свой пост, видимо наехали, но я бы все равно расценил все это как положительный сигнал для нас с вами. Положительный, потому что когда начинают возмущаться элиты, это серьезно. Напомню, недавно Потанин с критикой на режим обрушился и даже, по некоторым сведениям, начал финансировать оппозицию Фридман. Честно, я их понимаю. Их ведь так же доят, несколько иначе, чем нас, но доят. Олигархи, например, вынуждены финансировать провальные путинские мегапроекты, которые никогда не принесут прибыли, а скорее всего будут просто разворованы. Содержать пропагандистов, а это миллиарды, целые партии, общественные организации, а еще отдельных чиновников и теперь уже их детей. Размер даней с каждым годом увеличивается, а что взамен? Льготы по налогам? Да там, подозревая, уже таких объемов суммы оброка достигли, что платить налоги в полном объеме тупо дешевле. А посему на данном этапе мне, например, с российскими олигархами по пути я готов поддерживать того Дерипаску, ну если, конечно, он будет последователен и ссаться не станет, как вчера. Итак, начинаем! Хотя слово пропагандиста для этих людей слишком мягкое, правильнее было бы называть упырей, мерзавцами и негодяями, посчастливилось тут в выходные посмотреть итоги недели на канале «Звезда», ну те, что НТВшная, прости господи, журналистка Белова сейчас делает. Слушайте, я обалдел просто от того количества ненависти, которое на меня, как на зрителя, вылили из этой помойки под названием «Телевизор» за полтора часа эфира. Знаете, еще недавно, читая книги, смотря фильмы о фашистах, я поражался, как можно было целый народ заставить ненавидеть весь мир, только что смотрел новости на канале «Звезда», вопросов больше не имею об этом. Причем то, что льется из телевизионной помойки, это страшнее, чем просто агрессия. Агрессия, потому что может быть и оправданной. Например, когда обманули человека, обидели, в итоге он чересчур эмоционально на случившееся отреагировал. Такое бывает, согласитесь. Пропагандисты же, они именно нагнетают. Они создают атмосферу ненависти и делают это осознанно. Просто пример, пожалуйста. Телефоны авиакомпании не отвечают. После приостановки полетов от восточного гостеприимства, кажется, не осталось и следа. Потому прийти сюда – единственный способ узнать, что тебя ждет. Сколько стоите сегодня? Часа четыре с половиной, наверное, уже стоят. То есть, понимаете, что они творят? Они не просто врут. Они сознательно вкладывают людям в головы фейковую мысль. Будь-то в случившемся виноваты турки. Продали сволочи такие полмиллиона путевок несчастным российским туристам. Потом отказались этих туристов принимать. Теперь еще и деньги возвращать не хотят. Ну, не вражина, а это реальная журналистика в стране, победившей фашизм. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Еще немного турецкой тематики в позапрошлой программе, которая вышла в эфир аккурат 15 апреля, в день, когда авиасообщение с Турцией было закрыто. И закрыто на самом деле российскими властями. Так вот, в данной программе я вам показывал фрагмент заявления вице-премьера Голиковой. Мадам Клетвина обещала – всех вывезем, никого не бросим. Граждане России, что находятся в данный момент за пределами страны, не переживайте, отвечаю. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества концерн «Титан-2» в строительстве атомной электростанции «Акую», вывоза российских граждан, находящихся с целью отдыха на территории Турецкой Республики. Вот только лжицы и представить себе не могли, что на вранье в этот раз их поймает не кто-то из штаба Навального, на кого, конечно, можно было бы тупо наплевать, насвистеть, мол, деньги госдепа отрабатывает. Кому вы верите? На вранье Голикову поймала главная пропагандистка всея Руси Андреева, которая в эти дни как раз очень не кстати отказалась в Стамбуле. Голикова обещала, но обманула, написала госпожа Андреева в своем инстаграм. Я не знаю, как россияне будут возвращаться, наши рейсы в аэропорту Стамбула отменили уже после регистрации. Все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам ложь. Кстати, отдельного внимания заслуживает история, как Екатерина Сергеевна в тот Стамбул-то попала. А дело в том, что она возвращалась с отдыха в ЮАР, в Турции должна была быть пересадка. Ну из ЮАР, из ЮАР летело кто-то может подумать, что в этом такого, если бы не одно но. Перед тем, как отправиться в Африку, главная лгуния РФ приняла участие в рекламной кампании, посвященной внутри российскому туризму и даже поучаствовала в фотосессии. В национальных костюмах заодно рассказала, как прекрасен Ямал и как девственно-сибирская природа о незабываемой северной кухне чё-то лопотала, а потом ухиляла в Южноафриканскую республику. Браво патриотам! И привет лвоватым лохам! Знаю, что правильнее было бы говорить лохам, но лохам как-то уместнее в данной ситуации. И еще немного о пропагандистах. Обратили внимание, в последнее время стало очень много Симаньян, которая, похоже, возомнила себя преемницей великого кормчего, сует свой нос в каждую дыру, да без сваски, комментирует все, что только можно. По всем направлениям Киасаяна очень много стало на его говняную пилораму в рекламной строке Ютуба я, например, уже ежедневно натыкаюсь. Это ж сколько они бабла, украденного у россиян за рекламу американцам отваливают. А вообще, на самом деле, меня умиляет, когда некоторые армяне, сбежавшие из собственной страны в Арефию, называют себя большими патриотами той Армении. А когда Армения воевала и гибли их соотечественники, данные патриоты продолжали сидеть в московских ресторанах, жрать в три горла. Но еще удивительнее, они ведь в российском телеэфире учат россиян родину любить. Как вообще такие называются, не напомните. Предатель родины. Понимаете, есть такое понятие, предатель родины. О, Владимир Владимирович напомнил, спасибо. И я не боюсь, что эти люди оскорбятся, побегут на меня в суд подавать, потому что эти люди на самом деле предали свою родину. Я про Армению по-прежнему говорю. Или все уже забыли, как в октябре прошлого года в эфире у Соловьева господин Мартиросян призывал Россию вмешаться в военный конфликт в Карабахе. А что ты сам не пошел свою страну защищать? Или вести газпроповские корпоративы безопаснее, да и прибыльнее? Печально другое. Очень скоро вот эти вот шуты гороховые нацепят на себя георгиевские ленты и начнут горлопанить. А мы победили! 9 мая попрутся на бессмертный полк. Кого ты кусок говна победил? Простите за слово кусок. Кого победила Симоньян? Муж ее Тигран я обделался. Вы свою родину защищать не пошли, когда она в вас нуждалась. А если с нашей что-то случится? Да они же первые побегут записываться в полицаи. На болтовне зиждется весь их хваленый путриотизм. И они там все такие. Ладно. Это была реальная журналистика. Дальше самих все знаете. Проверяйте подписку на канал. Отключайте безопасный режим у себя на странице. Ютуб использует данную функцию для цензурирования неугодных СМИ и блогеров. Посмотрите вот это вот видео. Там я рассказываю каким образом. В соцсетях жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока.